Учащиеся музыкальной школы Салавата стали участниками проекта телеканала «Тамыр» и некоммерческой организации «Бишек» под названием «Культ Ура», организованного на средства гранта президента Российской Федерации. Проект направлен на создание медиа-сети, школьных студий и контента для социальных сетей и проходил в течение года. Подготовка к конкурсу началась с онлайн-уроков. Телеканал «Тамыр» проводил онлайн-уроки, где наши группы, кого мы выбрали детей, собирались и учились, как снимать видеосюжет. Потому что это оказалось не совсем просто. Там свои тоже какие-то законы, как снять стендап, как сфотографировать правильно под каким ракурсом, как выстроить это все. И наши дети начали снимать сюжеты. После активной подготовки ребята отправились в Уфу прямиком на студию телеканала «Тамыр» на интенсивный тренинг. Он прошел в виде мастер-класса от профессионалов медиасферы, где юные участники узнали много нового о копирайтинге, видеосъемках, монтаже, написании текстов, фотографии. И после чего, получив порцию вдохновения, ребята стали применять знания на деле. Это были культурные события, которые происходили в нашем городе. Так как мы живем в Салавате, здесь происходит много разных концертов, конкурсов, на которых мы присутствовали, участвовали. И освещали это все для телеканала «БСТ». То есть, каждую субботу нас утром показывали. Мы не думали, что это будет настолько масштабный проект, поэтому посетили буквально одно или два онлайн занятия. А потом основная масса просто бросили это дело. Мы же с Роксоланом, в отличие от всех остальных, продолжали посещать эти занятия. А занятия длились в течение года. Участники пробовали себя в качестве фотографов, СММ-специалистов, корреспондентов, копирайтеров. Дети посещали мастер-классы, участвовали в воркшопах, создавали телевизионные сюжеты и интернет-контент. По итогам проекта команда детской музыкальной школы стала обладателем второй премии в номинации «Талант снимать видеосюжет», подготовив материал о родной музыкальной школе. История детской музыкальной школы начинается еще со второй половины 20 века. Она была открыта 20 сентября 1952 года. Первым директором был Виктор Ефимович Градобоев. Первоначально педагогический коллектив состоял из трех человек, а учеников было всего лишь 20. В этом сюжете мы рассказали о нашей музыкальной школе, мы рассказали о том, как проходят здесь уроки, рассказали о наших учениках, учителях, о заслугах, про первых учеников, про выпускников. И, в общем-то, получили очень довольно интересный опыт и важный, который нам как раз-таки помог победить. У нас была небольшая команда, поэтому каждый смог себя почувствовать абсолютно во всех ролях. Мы очень долго работали над этой работой, очень старались, старались, чтобы был идеальный звук, идеальный кадр, чтобы все нюансы были соблюдены. И оказалось, что наши труды окупились, и наша самая первая и самая неопытная работа заняла второе место. Также список заслуг музыкальной школы пополнила Роксолана Габасова, став лауреатом специальной номинации «Культурный обозреватель». Кроме того, ее работами, а также фотографиями Айрата Тимирова были украшены стенды лучших фоторабот. Татьяна Степанцова, Иван Татауров, телекомпания «Салават».